беременная алина кто л л ч ч что это давайте я просто хочу посмотреть на персонажи в этом выпуске мне интересно кто здесь и что здесь как они выглядят и кто такой ильчо влюбленные беззаботные блять каждая жизнь и свой выбор беременна блять ебать все взорвалось а баба ну я ехуя ей 16 ебать привет я думал тэдвард бил блять вот если вот так тупо эдвард бил чьи есть чьи нет блять меня зовут алина мне 16 лет с кита в испанском городе эльце где но это сейчас мы проживаем в эльче а до этого жили в поселке плая фламенко тоже в испании хуя себе свое детство до восьми лет я провела в москве а ну тогда не интересно чем прикол смотреть мне выпуск про беременную девку который живет в испании все же заебись все же круто и в испании даже если ты там 10 детей родила заебись в испании зато ладно там из какой-то деревне российской глубинке собирались в аэропорт мама сказала то что это просто на каникулу то что мы в сентябре вернемся в россию как в школу а когда мы переехали в испании и настало сентябрь то мы не вернулись понятно на самом деле мама не собиралась возвращаться в москву у нее не ладилось там с личной жизнью понятно испанцы себе нашла интересно даже тут наверно выпуск скорее право мать будет они про нее разошлась когда мне было восемь месяцев с тех пор он интересовался моя мама просто говорила то что он не хочет видеть как бы ему не нужно через несколько лет мама вышла замуж второй раз за моего отчима женю и у меня родилась сестра лиля которая младше меня на пять лет учились и года совместной жизни очень изменил моей маме она подала на развод и в 28 лет решила кардинально поменять свою жизнь в испании уезжала в то время моя подруга и она предложила штукать хочешь поехали со мной и вот да хорошо поехали мама оформила туристические визы и так мы с ней и младшей сестрой лилий оказались на берегу средиземного нелегалы поселки плая фламента под городом оливьеха на востоке из оливье мой переезд в испанию был крайне не обдуманным я не знала испанского подождите бля сказала что это отчаянный шаг не душите нам и у маминой подруги так как денег чтобы снять жилье у нас не было несмотря на то что мама получила образование бухгалтера в московском горном университете и работала по специальности когда мы жили в москве найти работу бухгалтера в испании было нереально так как мама не знала языка и не имела документов ведь мы проживали как нелегалы потому что туристическая виза у нас быстро закончилась я говорю с высшим образованием приехав сюда вынужденным было естественно начать свою трудовую карьеру с работой нянечкой и просто уборщицей в других домах мама не могла нас сама обеспечить поэтому финансово нам начала мне интересно просто как она в итоге помогать ира это моя шо ну там как вообще так и не нравится когда ее так называют пока остался нелегально там что ей 66 лет бабушка ира живет в москве и работает администратором салоне красоты гуль и могла бы слаблю по 300 евро в месяц у не уроки были съедены от уборок работала за один там не похуй чтобы я могла учиться потому что такой документ нужен для зачисления в школу в которой кстати мне было очень сложно я знала по-испански на только три фразы привет она меня зовут алина на яму алина и где туалет дом не стал баню бля я реально в туалет хочу в моем классе все знали испанско голосование было или нет у меня ушло два года чтобы выучить этот язык но на этом мои испытания не закончились в испанской начальной школе в которой я училась каждую как она училась в школе соли там нелегально я я не понимаю два года чё за бред быдла ты ебаная бля хисус включает беременную в 16 я нахуй так жить а кто осуждаю блять не одобряю на куда на выражение вот детей переводили из класса в класс это делают чтобы ты умел влиться в любой коллектив и учился находить общий язык с разными людьми это очень сложно для меня но обидно то что как бы нет подруг нет друзей зато у меня появилась здесь еще одна сестра кира да блять покажите ее парни на зимой зимой у меня есть вид на жительство в испании папа мама на 27 лет работал охранником в доме где мы снимали квартиру часто сидел с нами пока мама работала и своей поддержкой зацепил ее а не поддержкой он зацепил а легализации вероятнее всего я могу сказать честно мне было вообще совершенно все равно кто мне будет оказывать эту помощь хоть англичанин хоть черт с рогами хоть вообще кто все равно этот брак помог нам всем получить документы чтобы законность жить в этой стране но отношения бананом у меня не складывались он пытался воспитать меня а я не хочу чтобы мной командовал какой-то левый взрослый мужик охуел у тебя видела легальное проживание в стране дал терпи чего не делала иначе в россии вернемся о том как должно быть в семье для алины это тяжело и неприемлемо я просто тихо умывала от всего руки будучи страусом прячься на каких-то своих работах в какой-то момент допустил все на самотек кроме проблем дома начались проблемы веса так называют среднюю школу в испанию переводят в 12 лет моем классе появилась девочка которая хотела со мной дружить но мне было не интересно с ней общаться и она просто возненавидела меня она считалась самой крутой то есть она была для всех просто авторитет она просто как бы начала настраивать всех людей против меня начали спускать всякие слухи про меня то что как бы 12 лет я уже не детстве они просто не снимали всякий бред из-за этого я стала прогуливать школу и тусила с ребятами с района с ними в 12 лет я подсела на сигареты стала гулять до ночи из-за чего я думал за майнгл свадьбу за прогулов когда мне было 14 меня оставили на второй год и хоть в испании нет ничего позорного чтобы два раза быть в одном и том же классе мама была от этого в ярости мама сказала как бы всем убережать другой город как у тебя будет новая компания и ты будешь строить жизнь заново так мы и оказались в городе эльче городе которому больше двух тысяч лет и он я снова метрах от моря родители я на которые живут в англии согласились помочь ему с покупкой жилья выслали ему денег плюс я движение и купил здесь четырехкомнатную квартиру но вскоре отношения мамы и я на сошли на нет из-за бытовых и бб наху пиздуй блять дуду душнила блять ебаная тебя душит блять деды ебаные блять нахуй комфортными сейчас мама нигде не работает до какой-то гера освещать кире или и мне блять реально кира тем более что теперь не нужно пахать чтобы оплатить аренду квартиры мы живем на пособие по безработице мит хамбаб с мама получает 100 евро но это блока поэтому мы еще берем еду в красном кресте и финансово нам помогает бабушка ира из москвы без жизнь а у меня где-то лучше в россии вернуться не началась новая еще забрит вообще к учебе она не имеет никакого отношения это вот этот что это толстая нет толстый ты сама такая нет толстый ты это мой парень луис ему 19 лет он старше 3 года я могу подразнить его толстым потому что в детстве он был полным я знаю как сейчас он любит свою внешность и боится поправиться буквально через месяц как я переехала в эльче мы познакомились в общей компании мне тогда было 15 лет мне стало очень холодно и он не дал свою куртку у меня кого-то что-то голове прищелкнуло все это просто какая-то мелочь дать мне свою куртку но я влюбилась говорит что полюбил меня за яркую внешность и длинные ноги а еще хорошо что куртку не ношу потому что со мной весело я постоянно с не ржу она как ляпнет что-нибудь на испанском вообще непонятно все друзья она для него как кринж тиктока он чисто с ней урофлит и все блять вроде и говорит на языке на ошибки все равно делали мы с ней хохочем луис закончил среднюю школу сейчас нигде не работает и пока не знает кем хочет стать в будущем возможно пойдет по стопам родителей которые всю жизнь проработали в ресторане его маме стефании 37 я называю ее стефа она повар отца зовут луис фернандо он на два года старше своей жены и работал официантом но год назад уволился и сейчас занимается бытом и детьми а детей в их семье четверо у луиса еще два младших брата ебаный рот я дурачок спасибо а еще три собаки а еще я залетела до хамелеон и ящерица и все они живут 3 как они находят и все саде всех содержит непонятно в квартире о наших отношениях родители луиса узнали практически сразу и не были против чтобы мастер стол охуенная жизнь сидят просто на одном диване в этой комнате маленькой и и просто молчат вот это я понимаю себе на жизнь она хорошая а вот своей маме а луисе я ничего не сказала ведь она против того чтобы я встречалась с мальчиками говорит что на первом месте должна быть учеба долго скрывать наши отношения не получилось из-за прогула в школе нам вызвали к директору и ой да вообще пух и давать перемотаю а а так антоша не отвечает если что-то что не каждый день ждала когда это наконец-то ступила слава богу теперь можно не бояться мама была в шоке что я ослушалась ее и продолжала отношения с луисом но сейчас не ей не мне не до этого ты пропустил как его в тюрьму забрали ой верни ты не ходи по да я не хочу на самом деле смотреть не пойму что за велосипед и какой луис имеет к нему отношить но родители вы говорят что он здесь не причем а его что я как бы толстею но в животе но мне не до лишних килограммов я переживаю как там луис даже поговорить с ним не могу потому что в полицию него забрали телефон он уже сутки в изоляторе его обвиняют в краже велосипеда пиздец на месте преступления была целая компания и поскольку луис раньше дружил с не очень хорошей тусовкой с района который сейчас бы блядь велосипед и криминал велосипед и полицейские задержали его люблять и луиса говорят что он здесь ни при чем не отвечает но ни в чем не виноват а не виноват чтобы спросить что дальше как я могу помочь ему сделала что же надо сделать чтобы вы не посадили завтра к нему поедет адвокат он знакомится с делом и скажет что можно сделать сейчас остается только ждать я вся на нервах не пойму что за велосипед и какой луис имеет к нему отношения пугает то что в испании очень строгие законы если луиса все-таки признают виновным то могут посадить на настолько строги что они нелегально жили в стране два года 8 лет оба родители открыли закон и посмотрели что примерно столько могут дать за круповую кражу в этот момент я поняла что одно дело встречаться с луисом другое иметь от него ребенка я решила рассказать родителям луиса о том что могу быть беременна и стефа сразу дала мне тест я сделала его у них дома и он оказался положительным мои эмоции первое что я подумал и сказала лени что девочка или мальчик которого она носит будет нашим что она всегда сможет рассчитывать на нашу поддержку я не ожидала что увижу две полоски я не собиралась быть мамой в 16 поэтому начало мои эмоции я хочу сделать аборт если честно не знаю ты хочешь его лишиться уверена луис не работает не учится у него проблемы с законом а мне всего 16 тоже нет мы поможем всем чем сможем что же я буду делать с этим ребенком я тебя заставить сохранить его не могу тебе нужно поговорить матерью без ее согласия ты не сможешь сделать аборт я очень боюсь реакции мамы мы ведь в тайне от нее встречаемся с луисом что она скажет когда узнает тайне но мамы луиса стефа нужно и все рассказать я вернулась домой и всю ночь не могла уснуть думая какой сложный разговор с мамой предстоит не утром а где мамин ёбарь я что-то не понимаю чё она одна пошла от кого беременна чем беременна когда забеременела эпоху я беременна до свидания adios и она рада или нет чего не бояться были что наступит то что она забеременеет и ты типа радуешься или наоборот ничего не было в шоке что я слушалась ее и продолжала отношения с луисом но сейчас не ей не мне не до этого ты думаешь чё это было вот ладно если бы я когда-то бы хотела бы сделать аборт ты бы здесь не сидела на диване как я буду иметь ребенка 16 лет без образования без работы без собственно жилья без ничего ты какое-то долгое время назад решила что ты теперь взрослая что не будешь меня не слушать будешь делать что хочешь ну почему ты мне сейчас ты сдаешь этот вопрос вот и взрослая просто говорю то что типа это же самое что бомжиха заберем у нее ни копейки денег она же собиралась лежать типа какой у тебя деньги взялись только шаталась гулял и занималась вместо того чтобы учиться ты сошлась с мужчиной ты стала взрослой вот теперь отвечай голову свою включать нужно понимаешь пока пока когда еще не в курсе что ее парень его вор велосипедов да да я поняла что согласия на аборт от мамы мне не получить решила позвонить бабушки ире тоже живет москве может она переубедит маму я была расстроена что это немножко рано что она еще совсем маленький уже давно очень взрослая поэтому подожди немножко рано но она уже давно очень взрослая это блять как никаких обсуждений о том что можно можно сделать аборт у нас не было не искал значит будет ребенок я ваху почему никто не понимает что быть мамой я совсем не готова да и что луис на это скажет он ведь до сих пор находится в тюрьме луиса выпустили через три дня наконец-то полиция выяснила что он не причастен кража велосипеда серьезно чисто пару флот сидел три дня блять это был первый раз когда я сидел в камере был один парень который сказал что я был на месте преступления против меня не было никаких улик как меня посадить за то чего не совершал поэтому меня отпустили родители луиса сказали ему о моей беременности и он воспринял это как-то спокойно я себе думаю но типа нужно искать работу снимать дом для нас делать для алины намного больше чтобы с ребенком все было хорошо и с ней тоже это гораздо больше обязанностях раньше мне вообще не было я сказала луису что все же хочу сделать аборт но он предложил сначала сходить в больницу и знать хотя бы какой срок беременности у тебя срок уже 12 12 месяцев так ну кашу блять я брутал брутальный охуел там блять давай нахуй в москву уже свой приезжай блять я тебя нахуй встречу блять в аэропорту блять ну я не влезу туда только в этот аэропор блять чисто я брутальный да ты лох блять какой-то блять брутальный в каком месте блять чисто передицей и все воняет будете за ксюху биться блять какой биться господи что ты блять вернет пару раз и все я убегу . в норме плод уже сформировался видишь можно рассмотреть сердечко вот носик короче антоша не отвечает если что ручки уже сформированный смотри видимо спит такие пальцы красивые пальцы красивые чтобы ребеночек уже сформирован мне теперь жалко делать аборт потому что ты уже не клетка какая-то а целый ребенок клетка блять этого линия делать аборт или нет потому что не собираюсь заставлять ее рожать у меня 12 недель и теоретически я еще успею сделать аборт в испании можно прерывать беременность по желанию до 14 недель но с разрешения мамы потому что я несовершеннолетняя если бы я все-таки жестко стояла на своем думаю мама бы сдалась и дала бы согласие но сейчас я уже не уверена в своем решении ебать это что это он я не могу его убить потому что ребенок это новая жизнь и еще до новая жизнь как бы в такой семье я даже не знаю но хорошая ли это жизнь будет хоть и новая но как бы такая себе жизнь не кажется да в испании но когда вы живете на пособие 100 евро в месяц советовалась бабушка ирой родителями охуяная жизнь после трех дней раздумий решила оставить ребенка мне пришлось забрать документы из колледжа мама была этому не рада но я же беременна можно было бы конечно продолжить учебу но у меня нет желания и сил начался нереальный токсикоз все время тошнит и рвота через каждые три часа еще мама говорит что луису теперь нужно работать и содержать меня и ребенка и я сама об этом начала задуматься а блядь я думала на вливанула в унитаз и оттуда водичку так и умывается ей подумываться я реально считаю то что если я уже забеременела то должен пойти и найти работу и пойти работать с луисом живем порознь он у себя дома я у себя но нужно решить где мы теперь будем жить и как будем содержать ребенка и я решила поговорить об этом с луисом когда мама сестрами ушли за покупками я пригласила его к нам домой что теперь думаешь делать учиться найти работу обещаешь обещаю точно конечно любимый вот увидишь ага как скажешь не буду стараться буду искать хорошую работу буду откладывать деньги ради своего ребенка надеюсь что луис может позаботиться обо мне и ребенке но иногда мне кажется что он даже о себе толком позаботиться не может на днях можно перемотать работать я знаю что дедушка всегда либо дед мода нихуя хорошо ибо дедули видали как ляблить вместе по аликанта обожаю этот город здесь можно круто отдохнуть у моря а старинные дома замки и соборы это просто восторг а еще музыка вообще испанцы не могут без нее жить вот и козь о минус 6 балдеж сука и плюс 2 получается минус 1 сапка ребят вы мне сапку должны были практически в каждой семье есть кто-то кто играет или поет спасибо за 5000 рублей фу котик очень отличаются пенсионеры если в россии все привыкли больше сидеть по домам на старости лет то в испании наоборот после 60 жизнь только начинается да может быть потому что в испании как бы позволяет погода на улице знаете ли да климат а в россии чё ты вот смотришь на погоду особо выходить то на улице не хочется только летом вот вот ну у меня летом например аллергия начинается ебаная блять все лето просто пиздец ну шо опять за клип это чё угроза партнеру твича другому делаю решается это в этом москве осуждаю блять вот это конечно я что я могу сказать у меня тоже братьев тут в москве знаешь ли много блять тоже мне тут вдвоем они будут как любит шутить фернандо мой друг манель споет вам песню кто честь моего правнука все я так понимаю на к нему уйдет к этому манелю ли кто он там манул для втюрила все тут она как бы два варианта на или к деду уйдет или к этому пацану мужику точнее браво у тебя прекрасный голос мне очень понравилось к деду а там и гуляли мама написала и попросила номер стефании мамы луиса чтобы с ней поговорить очень музыка такая общение я даже не сгибать ничего себе а фурготен saint как на гандоны так нет денег а как на содержание пиздюка так есть и гений у меня родители девушки только через четыре года узнали что мы встречаемся а тут полгода и залет ну f молодым знаю поймут ли они друг друга просто мама завода жизни в испании так не смогла нормально выучить испанский потому что большинство ее знакомых русских ахахаха блять так смешно с этих челиков типичное быдло подругих пиздят а как про них что-то скажешь все нахуй ебало набью подожди ты сейчас про модеста ландрея что ли там и ровли молю хотя по факту блять он на меня тоже спизданул и ничего я не начал сразу говорить эйбать да я тебя там блять это самая бля я размажу осуждаю вот для него брат братья блять я сейчас антошу позову блять соседа позову вову позову вот кого еще позову твою позову гаечку позову она хочет в зал ходит как раз там блять вот крида ну там тогда тимати подъедет маргенштерн еще подкатит а за ним еще слава марлоу блять у пиздец ну и бать нихуя вот это я понимаю личные я предупредила степанию что ей будет звонить моя мама делара я принимаю решение выяснить кто где-то будет жить как платить как ребенку покупать эстефания доброго тебе дня да есть вопросы которые надо обговорить много всего на ребенка надо будет я очень переживаю из-за того как все будет что ты думаешь не переживай будем как-то решать эти проблемы я предлагаю делить все затраты половину я половину ты сможем я не готова об этом говорить давай походу будем как-то разбираться совсем я слышу вы мы не о чем абсолютно и так вопрос от ксюхи да шо ж блять такое то а но он спа он выносливый судя по его рассказам он говорит выносливый я да блять вы видели как я в боксе хуярил у меня столько энергии в вами меня это при этом я еще короной болею как бы да и при этом я там вообще блять живчик нахуй ебать я там вообще да сейчас мышцы конечно болят ну блять ну слушай пока ты приедешь блять я уже так нахуй раскачаюсь я уже таким нахуй стану что блять просто просто блять ты приедешь и будешь там где-то вот там блять ходить подо мной тупо реально ахуели там в чате ржут вахуели блять я реально как убегу блять хуй догонишь да нет он нормальный пацан нормальный он сильный типа да 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 алиндрич в смысле не ответил куда я приду блять сука я спросил когда д.р. какого числа ебаный рот блять куда идти никакой инфы нет вообще вообще ну я сильный пиздец блять я морально нахуй задавлю просто блять чисто на словах захуярю ну и без физического насилия осуждаю физическое насилие я урою блять просто возьму и просто вот и все ты заплачешь и уйдешь никаких совершенно конкретных ответов на свои прямые вопросы я не получаю мозговой штурм устрою вот сейчас непонятно где непонятно пусть думаю сами где они хотят жить ладно может у нее не получается сформулировать свои мысли потому что она не очень хорошо знает испанский или я не понимаю ее я помогу им всем чем смогу но это не моя обязанность думаю олени и луису нужно повзрослеть и самим отвечать за себя мы гуляли с луисом в аликанте до самого вечера а потом поехали ко мне домой потому что мама позвонила и сказала что у нас с луисом ждет серьезный разговор дома она предложила чтобы мы жили в нашей квартире при условии что луис найдет работу и будет помогать финансово ну я понимаю принимаю тот факт то что луис отец будущего ребенка покажите хоть квартиру постараться его принять жить с мамой мне подходит луис тоже не против этого в этой же не понимаю где муж или кто он там этой матери блять типа они получили как я понял пмж или что они получили за счет какого-то мужика почему где он вообще я вот это не по развелись так получается у них должны забрать тогда их пмж все я нихуя не понял как это работает 0 сабов бля так минус один плюс ноль получается минус один и пропустил а у них недвижимость что откуда ты ты проебал он все на генер перед треней о спасибо а он съебал и оставил четырехкомнатную хату им чё четырехкомнатную и ничего себе ты как смотришь вообще так я скипнул этот момент я просто перематывал я ва вечер он поехал к себе домой собрал вещи и переехал к нам его родители спокойно отнеслись к переезду сына маме алины ничего не стоит выделить комнату дочери и луису там меньше семья есть большая комната там больше места и лучше ты не скипал а я чуть не слышал тогда беременности раньше я курила как паровоз а сейчас ради малыша я практически отказалась от сигарет я раньше курила каждый день по пачке но теперь ради малыша я курю пол пачки в день хамбаб максимум одну в день а ну ладно одну день пачку просто крышу сносит как хочется газировки могу литрами ее пить и все время ем очень странную еду я чувствую то что киви с майонезом да беременность это это очень странно мне очень хочется киви с майонезом прям и ахаха 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 ебать вот это нихуя я угадал блять аххахах аххххххххх да я не готовился я срюню в ложке блять киви нахуй кусок ебаного киви блять а в руке какая-то белая хуйня а я думаю киви с майонезом ебать ничего себе блять хахахах ахх да ладно я просто сам беременен это джиза это джиза эрее ты чооо ебан ты чоо о хуеееееее Он выкупает то, что Ксюша нахуярился как с меня. Ааа, то есть сейчас будут предъявы, что я не в курсе, это я не знаю, когда у неё дыры. Тааак. А у меня когда? Давай, блядь. Он? Я не знаю, да, ты мне не говорила, блядь, алё. Такая гнида. А шо? Ты ж, мы ж не общаемся, ты ж мы же, блядь. Ты ж мне не пишешь, а я тебе не пишу. Охуеть. 16 апреля, доброе утро, блядь. Алёша, нахуй. А, кто, блядь? Слышь, блядь, Ксюша, нахуй. У него написано ВК, Дмитрий, у кого у нас. Блядь. Ой, блядь, ясно, нахуй, ещё один. Я числа нахуй. Я Саша, блядь. По 10-го буду в Москве, блядь, извини. Готовься получать пиздюлей. Блядь, нахуй. Ой. Чё? Рэ. Как ты? А, ну ладно, окей. Так, значит, пиздюлей уже от неё, от неё. Ебать. Блядь, вот это мне придётся обороняться, конечно, жёстко, блядь. Ага. Именно киви и на неё выдвить майонез. Всё одновременно. Фу, блядь. Луис уже месяц живёт у меня дома. Он составил резюме и ходит на собеседование. А где угрозы? Да, блин, ну это же быдло, блядь. Из какого там они города? Ну, типичное быдло ебанное, блядь. Из какого-то провинциального городка. Магнитогорск или кто там. Магнитогорск или кто там. Магнитогорск. Они проводят вместе со мной. Мы часто выбираемся популять в город. Магнитка. О, какой медведь. Ты мне купишь его? Ой, блядь, вообще супер. Я беременна, и у нас скоро ребёнок. Давай, блядь, деньги просирать на медведя. Хамбаб. Да, конечно. Я очень хочу, чтобы у нашего ребёнка были все игрушки мира. И если он скажет, мама, хочу это, я могла это купить. И чтобы вся комната была в игрушках. И у него было всё. И у него было всё. Надеюсь, что ты найдёшь работу. Я очень в тебя верю. Да, я найду, ты же знаешь. Да, 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 конечно. Надеюсь, совсем скоро Луис найдёт работу, и мы съедем от мамы в квартиру или небольшой дом. Потому что с мамой жить нам невыносимо. Они с Луисом каждый день ругаются по бытовым вещам. К примеру, Луис часто ходит в квартире в обуви. Многие испанцы. А маму это раздражает. Но больше всего её бесит, что Луис не приносит деньги в нашу семью. Всё домашнее хозяйство, вообще и финансовое хозяйство, любое хозяйство абсолютно находится на мне. Я и хожу в магазины, и готовлю, и убираю, и стираю. Совершенно абсолютно ничего не делает. Люблю тебя. Понял. Он уже пытался заработать, у него не получилось. Не понимаю, почему мама так бесится. Она же и сама сейчас не работает. Мы живём на пособия по безработице и на деньги, которые нам высылает моя бабушка Ира. А то, что Луис не помогает по хозяйству, так это потому, что часто она не просит об этом. А потом кричит на него, что он ничего не делает. В таком случае я не собираюсь тебе помогать, и точка. Ты не можешь относиться хорошо к человеку, который к тебе относится, как к собаке. А, да? А это вот вообще сколько все это будет ещё продолжаться, а? Лежание на диване, в ботинках, *** делание, вообще ничего. Не на твои? Ну, мам, и же пока. Ты бабушка. Да, конечно. Мне не надо голову вообще не заморачивать. Ничего, ты меня слушай. Ты дальше что собираешься делать? Луис, ты... Что ты думаешь? То же, что я Алина? Ты работать будешь или как? Смотрит он на меня. Жрать, ходите на кухню, куска хлеба... Ах, она на русском языке говорит, он же не понимает русский язык. Он лежит, смотрит, чего, блядь, она там на русском бармочет. Я нихуя не понимаю. Да жалко. И куска хлеба, и куска туалетной бумаги. И куска хлеба, и всего мне жалко. Для него, для тебя мне жалко. Да, ты вообще понимаешь? Но он не понимает, блядь, он не знает, нихуя. Если хочешь есть, работать надо. Я ухожу. Мне лучше уйти, вместо того, чтобы она придала мне мозг и рассказывала всякие глупости. Я просто ухожу. Я просто ее не выношу. Да, если хочешь. Да? Да, сама уйду, ах, сука. Ебать, актриса! Да, такая говорит, божествен, куда хуйню улыбается. Адьос, амигус. Совсем уже. Уйдешь куда? Куда надо, ты должна уважение. Куда, Алина, куда? Туда, подальше от тебя. Бай-бай, леведерчи, мама. Чао. Чао, блядь. Взрослый мужчина, который... Ебать, там хата, еб... Сейчас, еще раз. Там, блядь, сколько комнат. А что мешает, я не знаю, сдавать комнаты, например? Кому-нибудь. Чао. Взрослый мужчина, который только делает, что в грязных ботинках валяет. Блядь, сука, что такое, блядь, еб твою, блядь. Ну ладно, окей. Так, значит, пиздюлей уже от нее, от нее... Ебать. Мне придется обороняться, конечно. Не хочу никого блядь. 30 марта у нее, по-моему. Или 27 марта, или 30. Ага. Вроде да. Вроде да. Ну так надо точнее, как бы. Не помню. Не помню. Ну вот и все, блядь. Не помнит, нахуй. Ой, что за вопрос у Ксюши? А, уже был, получается? Он уже ответил. Какой? Андрей задает. Какой ты мне управлял? Ну ладно. Какой вопрос, не понял. Ага, в чате увидела, вот именно. Ой, ой. В моей постели. А я еще при этом должна его опстировать, обглаживать, финансово обеспечивать и кормить. Ну, нет, извините. Не, ну по факту охуел пацан, конечно. Так ты сам знаешь, когда у тебя дыры, блядь. По-моему, 32 марта. Она не понимает, что нервничать мне нельзя. Видеть ее не хочу. Мы с Луисом поехали к нему и рассказали его родителям о случившемся. Я могу понять маму Алину. Я предполагаю, что она переживает за будущие дочки. Но получается, что она против Луиса. Кажется, что она не хочет, чтобы Луис там находился. Ну да. А что он там должен находиться, реально? Ой. Он же ничего не делает, реально лох. Ой, блядь. Пусть тогда переезжает ко мне. Я сказала, что приму Алину как часть семьи. Так, посмотрим, как она у нее будет. Да загибали, блядь. Алина совершенно не желает подчиняться никаким правилам, договоренностям. Штату Алина? Желает совершенно абсолютно жить... Долбая. Я в ахуе, блядь. Мы спим в гостиной. Хорошо, что хоть днем народу в квартире Луиса немного. Дети уходят в школу, а Стефан на работу. Остается только папа Луиса, Фернандо. Он нам не мешает, что мы можем спокойно позависать вместе. Ты мне должен сделать массаж головы. Как-то так? Да только с любовью, понял? Все, не трогай волосы, только целуй. Но дома у Луиса, кроме Луиса, нет ничего хорошего. Меня очень напрягает то, что здесь... Блядь, они что, на этом диване круглые сутки, что ли, сидят? ...куча народу, а главное всегда бардак и грязь. Когда я просто приходила сюда ночевать, мне было пофигу. Я даже не знаю, как здесь жить с ребенком. Ебаный. Я просто... ...охватит какая-то депрессия. Я вижу все эти ошарпанные стены, эти... ...кучу собак, кучу дерьма, кучу вещей. Кучу неразобанной посуды, это кухня все ободранная, это туалет грязный. Ну, просто дурдом какой-то. Мне еще, блин, из этих гормонов... ...она просто сносит крышу. Кумарит и то, что я пытаюсь здесь убирать, но на следующий день опять тот же самый бардак, потому что эта семья привыкла так жить. Дело в том, что я практически не бываю дома, работаю каждый день. Конечно же, тяжело. Кумарит. Когда закончу работу, в свое водное время убираю дома. Готовлю кушать, но это бывает нечасто. Луис видел, что мне здесь фигово, и чтобы как-то поднять мне настроение, предложил поехать покулять в Аликанте. А на какие деньги? Выйдешь за меня замуж? Чего, блядь? Рофл, что ли? А. Что ты, блядь, можешь дать? Велосипед? Ты дурак? Нет. Ай, блядь, вот это, нахуй, неожиданный поворот, блядь. Ахуеть. Так, получается, ББ? Почему? Ну, пока что нет. Мне нужно подумать. Почему? У тебя нету даже работы. Работа будет. Когда будет работа, поговорим о свадьбе. Конечно, мне не понравился такой твёрд. На самом деле, я не знаю, почему сказала нет Луису. Я его вроде люблю, но боюсь выходить с него замуж. Не хочу, чтобы повторилась история, как у моей мамы с моим отцом. Когда она забеременела мной, ей было 19, отцу 20. Они учились в параллельных группах, встречались полгода и поженились только потому, что должна была родиться я. И разошлись, когда мне было 8 месяцев. Мама всегда говорила, что это брак по молодости. И никогда не стоит с этим торопиться. Стали встречаться. Потом я забеременела Алиной. Не понял, блядь. Гниль? Гни, ничего задавать, что я всё. 30 марта, блядь. Я правильно нахуй с первого раза ответила. Нет, сказал 27 или 30. Я не помню, блядь. Уёбывайся, гниль. Ах. Нихуя, блядь. Вот это... Не, всё. Ну всё, блядь. Ну всё, нахуй. Возьму и ничего не подарю на день рождения. Вот и всё, блядь. А вот и всё, блядь. Так сказать, не было целенаправленной акции. Ахунили. Вообще, отец моя больная тема. Всю жизнь не хотела с ним общаться. Та поебать! Сейчас 6 лет. Мы много гуляли, общались. Поебать. Не брала эти деньги. И не знаю, куда они делись. Так, стоп. Очеркнула мои отношения с ним. Мы с ним работали. Мы катали людей на локопорде. Мы заработали 50 тысяч за один день. И папа ставил деньги в катере. А когда мы начали собирать вещи, то деньги пропали. Мне просто сказали, типа, ты брала деньги? Я пыталась объясниться, я ему сказала... Ты, блядь, самый интересный скипаешь. Что тут, блядь, про её батю это интересно? Сказал, что одумался и хочет общаться со мной. Как же я была рада. Он пригласил меня в гости в Москву. Мама была не против. Так мы и познакомились. Давайте речь. Он ко мне очень хорошо относился. Он относился, как будто бы... Он воспитывал меня всю жизнь. Я всё лето прожила у папы дома. Подружилась с его новой женой Алисой и своим сводным братом Данилом, которому сейчас 6 лет. Мы много гуляли, общались. Папа покупал мне много прикольных шмоток. Но однажды случилось то, что навсегда перечеркнуло мои отношения с ним. Мы с ним работали, мы катали людей на локопорде. Мы заработали 50 тысяч за один день. И папа ставил деньги в кастрюлю. А, блядь, 50 тысяч за один день можно было заработать. А когда мы начали собирать вещи, то деньги пропали. Он мне просто сказал, типа ты брала деньги? Я пыталась объясниться, я ему сказала, ты ничего не брала. Он сказал, ты просто воровка и всё. Я не брала эти деньги. И не знаю, куда они делись. Но папа не хотел ничего слушать и сказал, чтобы я уезжала обратно в Испанию. Мне было очень больно. Мама купила мне билет на ближайший самолет. И я улетела. Ну, бедно то, что как бы это. Он просто... Опять я выброшу на них. Нормально. Мне кажется, он просто использовал её, деньги забрал. И сделал вид, что якобы их кто-то спиздил. Чтобы, короче, выгнать дочь. Луис пока никуда не устроился. Вот кто гниль. Я немного переживаю, как он сможет найти хорошую работу. У него же только среднее школьное образование. Но он убеждает меня, что всё будет хорошо. Сейчас живём за счёт мамы Луиса Стефы и моей бабушки Иры из Москвы. Она каждую неделю высылает мне по 40 евро. Я ей рассказала о справедении с мамой. Да и сама мама частенько звонила бабушке и жаловалась на Луиса. Жить у Луиса дома мне по-прежнему не нравится. Я пытаюсь здесь убирать, чтобы хоть как-то жить, как я привыкла. В комфортных условиях. Но у меня это слабо получается. 3К в неделю. Дома у Луиса я понимаю, что там живут много людей. Но если каждый будет с собой убирать там... Взял чашку, поставил чашку на место, сходил в туалет, там протёр с собой унитаз. Ну, как бы, если каждый будет с собой убирать, то такого срача не будет. В семье Луиса хозяйством в основном занимается его папа Луис Фернандо. Мама Луиса Стефа оставляет ему список того, что нужно приготовить, и тот готовит. У нас есть список блюд. Когда муж думает о том, что приготовить, он может посмотреть куда. Если мы уже кушали что-то вчера или позавчера, то из этого списка выбирается блюдо, которое готовилось раньше. Нихуя. Кстати, Луис Фернандо, который очень вкусно, как настоящий испанец, не представляет жизни без морепродуктов, томатов и оливок. Но от такого семейного уклада я просто в шоке. Я считаю, что в семье должен работать мужчина, а не женщина. Аааа! У меня с мужем будет именно так. Бля, Луис, беги нахуй. Я планирую, чтобы Луис, блин, нашел работу, заработал деньги. Он не глупый. Если он захочет, то сможет. Я решила помириться с мамой. Пусть и не нравится Луис, но она все же не чужой для меня человек. И не общаться с ней, не выход из ситуации. Так что я иногда заезжаю к себе домой проведать ее и сестер. А завтра они уезжают на море несколько недель отдохнуть. И я планирую пожить с Луисом в это время там. Но маме об этом знать не обязательно, потому что ее отношение к Луису никак не изменилось. Да, дорогая? Ты будешь? Так, еще один клип. Блядь, вот эти клипы, которые скидывают, куда интереснее, чем ебаный выпуск. Давай, ой, блядь, давай беременна, блядь, давай поженимся. Беременна в 16. Мальчиков? В смысле, какой? Ну вот я совсем милым девочке называю, типа такие. А я гнилю ебаной. Пытаются расположить к себе, а я просто гнилю. Ты... И он такой, вау. Да она же не как все. А, Андрей, расскажи про себя. А, да. Да. Ага. Мечтай, мечтай. Я уже иду. Хорошо, жду тебя. Иду, иду. Люблю тебя. Люблю тебя. Наконец-то, пока мама уехала, мы с Луисом сможем провести время только вдвоем. Учаевка начнет. Ну и пусть. Ты день целую караву съедаешь? Это каприз. Да, ну и капризы. Чудил с рукой. Меня постоянно тянет на мясо. На ужин, на обед, на завтрак, день, только мясо. Ебаня, резину какую-то жрет. Будешь? Нет, кушай, кушай. Тату? Я че там? Алина? Написано. Вове надо такую же татуировку сделать, как у него. Ну и сговорить, что если я ем столько мяса, то у меня в животе точно растет настоящий мужик. Он очень хочет сына. Вообще, в испанских семьях всегда первым ребенком ждут мальчика. Это считается хорошим знаком. А я вот мечтаю о девочке. Как раз сегодня мы идем на плановый кузинь и узнаем, кто же у нас будет. Я хочу девочку, потому что... Мне нравятся девочки. А кто же будет? Они такие... Ну, покупайте все ровно. Самое главное, из-за нее мы не видим. Скорее всего, девочка. Но точно не знаю. Он молодой и тупой. Я сказала, заткнусь. У нас будет девочка. А вот Луис после УЗИ совсем поник. И продолжает верить, что будет мальчик. Придя домой, я решила ради любопытства узнать, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Эльче. Потому что, побыв пару дней дома, поняла, что хочу жить в хороших условиях. 700 евро? Нихуя. 425 евро. И вдвоем с Луисом. Какие... Квартиры? Зачем тебе квартиры, если мы не будем жениться? Мы не женаты. Как я могу выйти за тебя замуж, если у тебя нету ни работы, ни денег, нифига? Поженимся? Я найду работу. Найдем с тебя квартиру. Не хочу я за тебя замуж. У тебя нету ни работы, нифига. Сначала квартира, а потом... Бля, нахуя ему это нужно, реально. Стандофф играет. Будет квартира, когда... В Бравл Старс хуярится. Да, поженимся. Это странно, когда она говорит... Вот вы смеетесь, а он сейчас киберспортсменом станет, будет охуенно играть в мобилку ебаную, блядь, какой-нибудь PUBG Mobile, и начнет зарабатывать миллионы. А ее кинет. Скажет, все, давай, пиздуй, ты мне тогда отказала, блядь. Все, иди гуляй, нахуй. Ты хочешь, чтобы у нас была квартира. Но сам уж она не хочет. Получается, что квартира это одно, а брак что-то другое? Чего, блядь, пизданул. Ну, это странно, когда она говорит, что хочет, чтобы у нас была квартира. Но сам уж она не хочет. Получается, что квартира это одно, а брак что-то другое? Ну, да. То есть, и шо, я снял квартиру, я шо, типа, женился, что ли? Блядь, что? Съемная квартира же. А не... Ее же не надо покупать. И делить ее потом между собой. Это же просто съемная хата. Че-то он, блядь, реально дичь какую-то втирает. Быдло, ты ебаная, блядь. Мы хасусы тоже смотрели, думали, девочка. Не ошиблись. А-а-а-а! Ну, а я когда был пиздюком мелким совсем, еще в детский сад ходил, ноги путали меня с девочкой. То есть, я реально был похож на девочку. У меня сейчас, тупо, девочка, ну... Блядь. А я... Мне это и нравится, знаете, типа, ну... Внешность, как у девочки. А че, нет, что ли? А че бы и нет. Всякое... Так, похуй, короче, ничего говорить не буду, блядь. То на Твиче стримлю. Ну, типа, знаете, вот эта брутальная внешность, там, мужик, блядь, в пизду. У нас в России... Как представляется, вот эта мужская, там, брутальная внешность. Это лысый мужик с животом, блядь. Волосатая грудь. Да это, фу, блядь. Ну, типа, мне такое не нравится. Я лучше вот таким буду, чем каким-то, блядь, вот с такой челочкой, блядь, и прочей хуй-юй. Я не могу понять, он прикалывается или нет? Зачем мне выходить замуж для галочки? Пусть сначала докажет, что может содержать семью, как мужчина. Но в этом разговоре он меня так... Мощина! Что я не смогла сдержать эмоции. Он мужик, он должен. Вали уже, блядь, меня. Две, ну, в данном случае, да, он че-то должен делать. Он нихуя не делает. Он лежит, блядь, играет в стендов, Барабал Старс, и все, и че, и нихуя, как бы. Говорит, я, блядь, обязательно сейчас пойду работать, завтра-завтра, и нихуя не делает. Вот. Ну и она тоже хуйню втирает какую-то. Ты должен, ты должен, блядь. А ты меня, не волнуйся больше, я не вернусь. Вот и не возвращайся, не возвращайся. Не вернусь, не волнуйся. Может, это из-за гормонов, или не знаю, что это еще может быть. Просто невозможно с ней разговаривать. Если ты говоришь с ней, не согласен с тем, что она говорит, или говоришь что-то, что ей не нравится, она взрывается. Видно, Луиса сильно задела, что я тогда в Аликанте на предложение пожениться сказала ему нет. Ну и пусть валит, все равно толку с него нет. Так это отец моего лучшего ребенка, может пойти, блин, и найти свою работу нафиг. Но он может пойти поработать, а не сидеть каждый день на диване, блин, яйца чесать. Я так распсиховалась, что позвонила маме Луиса Стефе, чтобы она как-то повлияла на Луиса, и что пора ему браться с заодно. А мать сейчас нафиг пошлет ее, да? Но Стефа сказала, чтобы я не давила на ее сына, потому что с ним так не работает. Дело в том, что у него рассеянность внимания с детства. Но от лекарств он плохо себя чувствует, поэтому лечить мы его не можем. Стефа сказала, что Луис сам должен захотеть работать, и никакие крики и скандалы на него не повлияют. Я была в шоке от услышанного. Для Испании нормально решить рассеянность, потому что если у ребенка... У котика еще 5000, ебанутся, блять. Так, ну у нас пока минус одна сапка. Посмотрим в итоге, выйдете вы в плюс, или вы все-таки мне должны... Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Сосать! Дважды сосать, охуеть! Есть какие-либо проблемы с вниманием? Если он постоянно витает в облаках, тебе об этом скажет сам учитель. И тогда ты идешь с ребенком к психиатру. Обрыган. Если оказывается, что у него рассеянность внимания, ему назначат лечение. Таких детей много. Я никогда не слышала про такое в России. А для Испании это норма. Несколько дней я переваривала то, что сказала Стефа. Но может она и права? Не стоит мне так... Ангелинка, спасибо за 100 рублей. Спасибо, что лишилась донатной девственности со мной. Вот, спасибо. Давид на Луиса. Я позвонила ему... Но за 100 рублей на свиданки я не хожу. Он меня простил. Но мы решили, что пока каждый поживет у себя. Потому что в условиях квартиры Луиса мне противно. А ни он, ни моя мама не хотят жить вместе. Надеюсь, скоро он найдет работу и мы снимем квартиру. Блядь, ну че, весь выпуск что ли? Про то, как он пытается, в кавычках, найти работу и все? Где трэш? Вот этого и не хватает. Тут как-то, блядь, душно. Вот там эта погода, она, видите, солнце, жара, духота. И ты такой сидишь, реально все как-то душно. Почти месяц я живу с мамой. Как будто бы все люди так живут. Ощущение такое, что из-за погоды, вот из-за этой жары в Испании, из-за духоты, там людям просто лень работать. И они вот так сидят все на одном диване, блядь, всей семьей. И нихуя не делают. Вот. Я ночую у Луиса, а он приходит навестить меня. Несмотря на то, что мама считает Луиса ленивым и не видит в нем перспективы, она все же разрешила ему появляться у нас. Все-таки Луис, отец ее будущей внучки. Че он принес? Я это четко совершенно обозначила. Я Лене и Луисе честно об этом сказала, что ты можешь, Луис, приходить, навещать в гости, но жить-то не можешь. Картинка для ребенка? Блядь, что это такое нахуй? Фу. Ну повезло, что хоть не минус четыре. Что я тебе здесь принес? Подарок для тебя? Как мило. Чего, блядь? Я манхинько. Крол? Ёбаный рот, блядь. Его зовут пять тысяч. Чего, блядь? Его зовут пять тысяч? Как мило. Я манхинько. Его зовут пять тысяч. Ебать, а че они пятьдесят тысяч? Почему именно пять тысяч? Плюс пять ка, нахуй. Что? И что они, на шашлык, что ли, блядь, решили это? А че, он вообще живой? Разносил резюме? Сколько резюме сегодня отнес? Несколько. В разные места. Несколько? Бля, он только пришел с подарком, и мать сразу заебывает его начала с работы. Вот это неправильно, на самом деле. Вот их разговоры начинают с того, что там работа, блядь. Ну реально заебывает. Ну где-то двадцать, тридцать. А куда? На центру. А почему в руках? Блядь. Так много. Я ссерил еще. Луис ходит по городу. Душит и душит. Почтальон разносит резюме, это надежда на то, что Луис... Ну так пять тысяч принес, блядь. Че еще надо тебе, я не понял. Я считаю, что мама слишком строга к Луису. Найти хорошую работу ему сложно, потому что у него только среднее школьное образование. Но несмотря на это, он не сдается. Я верю, что у него все получится. Думаю, ты мог бы и больше разносить в день. Да. Я не могу найти работу, потому что здесь, в Испании, вы еще никогда не отработали. Почти никогда не отработали. И многие люди высоко живут. Алина, ты что такое? Это кролик, мам. Это подарок. Солик, он милый. Нет, Алина, подарок, может быть, это в холодильник что-нибудь он пронесет положить? Колбасу, например, как в подарок. Как она заебала. Мама будет жить в моей комнате, и ему мы с Луисом будем покупать еду. В принципе, из него и колбаса, может, неплохая, получит. Да вы пока ничего не можете купить, понимаешь? Ну, ты чего? Я даже смотреть не хочу. Ну, давай, сделаю я кролика. Вон у меня сидят два зайка на лужайке. Великолепные ребята. Ну и что это? Еще, еще и помимо всего, еще у меня один зайка на лужайке. Ебать, ты че, дурак, блядь. Опять сосать, сука. Десять тысяч рублей сдонатил человеке. Я в ахуе. Это опять фу котик. Ой. Там минус 20 было, э. Че, блядь? Ебать, ты серьезный. Ты нахуй за... Благодаря тебе люди задолжали мне 7 подписок. Ебать! Вот это ничего себе, блядь. Так, не надо сто... Ой, блядь, я сейчас договорюсь. Сосать! Ебать! Да, ты прав, я два раза был в Испании. Там еще такая штука есть, когда... Точнее, как сиеста. Когда днем на несколько часов все закрывается, челики не напряжены, работаясь, скажем так. Ну, так это и хорошо. Типа, я же не говорю вообще не работать. Типа, нет. В том плане, что они работают, но и отдыхают нормально. И при этом зарабатывают деньги. Лужайку, а то мне здесь своих заяц на лужайку мало. Мам, не будет кролика, не будет и меня здесь все. Подожди, пожалуйста, куда ты собралась? Домой к Луису. Да что за нафиг? Призял, что ли, подарок взять? Я на нее обиделась. Это кролика у кролика, который их разводил. Мы решили, что лучше отнести его туда-обратно, потому что у Луиса в квартире и так достаточно живности. У него дома я провела сутки. Не могу там дольше находиться. Пришлось вернуться домой. А, бля, у нее живот. Я думала, она кролика туда засунула. Типа, под эту футболку. Ири, которая живет в Москве. И пожаловаться ей. Алло. Как дела у тебя? Где вы живете? Ну, живу там и там. Как там, что там? Там условий вообще нету для меня. Ну, не то, что для меня, там для ребенка условий нет. Просто я не понимаю, как люди могут жить в таких условиях. Это же просто, это пипец. А, бля, 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 бля. Ладно, окей. Ну, все получается. Ноль. Спасибо тебе за 10 подарочных подписок. Ну, ну, что-то как-то не вошел в этом жизнь. Люстрее. Нихуясь, а еще что, блядь. Э, это так не работает. Это так не работает. Только рулетка и все. То, что он подарил на 3 сапки больше, ну, типа, ну, это он так сделал. Я-то что? Я его не заставлял дарить 10. Он мог подарить 7. Поэтому и... Нихуя! Не-не-не. Знаешь, я здесь подумала, вот, сколько вообще в Эльче стоит снять, квартиру. За 300 евро можно найти нормальный вариант. Может быть, нам договориться семье... Подожди, за 300 евро. Так она тебе в неделю 40 евро дает, бабуля. Алло. Ну да, все равно не хватит. Ну... Чуть-чуть накинуть и все. А мне? 50 евро мы и 150 евро они. Спасибо, Иронька. Очень приятно. Мне очень нравится твоя идея. Ну, что я говорю? Для меня это очень важно, чтобы она могла жить отдельно и чтобы она была счастлива. Как же круто, что моя бабушка Ира, которая живет в Москве, даст половину суммы на аренду квартиры. Иронька. Осталось только поговорить с родителями Луиса, чтобы они помогли. Я тут же позвонила маме Луиса Стефи и обо всем ей рассказала. Раньше ты был норм. Обидно. Ладно, забаню тебя пермачем, чтобы тебя не беспокоить. Но она сказала, что лишних денег у них в семье нет. Денег у нас в прибыль. Кризис регистрации. Вообще, если вы хотите квартиру или что-то еще... Да ебаный рот, блядь. Спокойной ночи. Пойду делать серьезные дела. Буду ждать гуля. А что это за дело-то серьезно? Ну-ка, рассказывай. Что, биткоины, что ли, опять продавать, покупать? Спасибо за 500 рублей, фукотик. Еще нужно идти работать и накопить денег на квартиру. Да. Вообще, да. Да. Я заметил, вот эти вот анимешники, особенно, которые гуля смотрят, это реально какие-то деловые, богатые люди. Помните тот самый Сайонара, который тоже мне тогда сдонатил дохуя денег и попросил гуля? И вот сейчас повторяется ситуация. Реально. Да-да-да. И что будем делать? Ох, не знаю. Надо подумать насчет спальни для них. Подготовить им комнату. Осталось только, чтобы они согласились. А то Алина носом крутит, ей все не так. У меня заканчивается второй триместр. Большая часть беременности позади. Уже нужно покупать вещи для ребенка. Короче, чат, вывиваем 200 сабок и меняем их на сезон гуля. А-а-а, да, бля, нихуя его охуели. Не понимаю, где брать деньги. Ладно, давайте попробуем. Сказал, что его родители кое-что придумали и позвал меня к себе домой. Так. Получилось классно. Захожу в комнату и вижу то, что покрасили стены, пол. Я в шоке. Родители Луиса освободили нам комнату его младшей сестры Энои. А она теперь будет спать в гостиной. Пса. Лохушка. Родители очень постарались. Приложили много усилий, сделали ремонт в комнате. Большое спасибо твоим. Ну я так и думал. На самом деле просмотр аниме не определяет человека как школьника. Ну я, естественно, я шучу. Меня смотрят криптомиллионеры. Намного светлее. Да, раньше цвет стен был темно-зеленый. А теперь хорошо. Посмотри, коляска, они купили нам. Красивая? Ого, нихуя. Красивая. И шо они, блядь, в этой комнате теперь тупо будут сидеть, да? Кроватка. Тоже хорошая. Охуенно. По правде говоря, мне нравится. Капец, онлайн упал. Нет, блядь, он должен расти в 2 часа ночью. Особенно, когда мы ссорим беременную в 16. Мы покрасили им комнату, нам подарили кроватку для малыша и матрас. Я купила детскую коляску. Мне очень приятно, что родители Луиса так постарались. И пусть у нас сейчас нет своей квартиры, но своя комната с ремонтом это уже что-то. Так что я решила приехать к Луису. Сказала об этом маме, а она ответила, делай что хочешь. Это ее жизнь, ее решение. Господи, неисповедение. Нет, это такой пиздец, жить с беременной девкой в одной комнате. Ты, в принципе, даже ничего не можешь сделать. Ну, в том плане, что вы сексом не можете заниматься. Ну, потому что она беременная. И как бы я вообще не могу представить себе такую жизнь с беременной женщиной абсолютно вообще. Это же просто пиздец. Можно? Никому неизвестно, чем я решила. Ну, блядь, ну это я бы не смог просто-напросто. Типа там можно до какого-то определенного срока. Потому что когда уже совсем большой живот, ну это как-то, как-то... По-моему, это, блядь, не очень. Я живу у Луиса, но от того, что у нас появилась своя крутая комната, легче не стало. Потому что за пределами этой комнаты начинается какой-то пипец. Дома у Луиса, ну, блин, там срач. Я каждый день, когда прихожу домой, я удраю там унитаз. Я мою посуду, из которой я не ем. Я чищу пол, на котором я вообще, блин, почти не прохожу. Я перекладываю все пассивное белье. Я-я-я-я-я-я-я. Еще и стиральная машинка сломалась. Поэтому все вещи я ношу стирать домой. А Луис при этом до сих пор не работает. Говорит, что с его средним образованием в городе сложно найти что-то стоящее. Но я уже устала молчать по поводу того, что он сидит без работы. И мы стали ругаться так, как никогда. Молчать, по-моему, ты вдруг и делаешь, что пиздишь про это. Да пошел, блядь. Нихуя. Сама, блядь, пошла. Не могу уже тебя выносить. Блядь, ты меня, блядь. Ты мне, блядь, сдался. Эй, молодежь, вы собираетесь заткнуться? Она постоянно наседает на него. Ищи работу. Ты должен найти работу, ведь у нас будет ребенок. Нам нужна квартира. Из-за этого они постоянно ссорятся. Итак, ссоры за ссорой, ссоры за ссорой. Вы мне спать дадите? Так, что в этот раз у нас? Нихуя! Флеска, не жри. Где я ничего не жру? Эй, я сказала, заткнулись все. Да хорошо. Вот так. Тихо мне. Ага, подкрутил, да. Отверткой, блядь. Сижу тут под столиком, подкручиваю рулеточку. Окей, я все понимаю. Я совсем согласен. Я пойду на работу, найду занятие, чтобы у тебя был твой дом. Но не нужно повторять мне это каждый божий день. Бам-бам-бам. Каждые пять минут повторяет и повторяет. И доводит меня до белого колени. Родители Луиса в наших ссорах поддерживают сына и считают, что я сильно наезжаю на него. Я всегда говорю Алине, что она должна подумать, прежде чем говорить. Она не должна решать, что должен делать Луис. Быдло! Ну да, он должен это делать, потому что должен. Но она не должна. Не должна управлять или манипулировать Луисом. Радует лишь то, что, как во многих испанских семьях, мы как быстро ссоримся, так и быстро миримся. Но снова ненадолго. Посмотри, одежда для девочек. Что же мне? Что за... Что такое? Тебе на все наплевать. Не на все, но на девчачьи одежда, да. А вдруг будет мальчик? У нас дочь, не сын, дочка. Глянь, мне нравится этот бодик со свисающими ленточками и воротничкой. Бля, как же она ему мозг ебет. Вот это просто, ну реально, жопа. Блядь, вот не повезло пацану. Ком? Мне нет. Она вся в маму характером. Такая же пизданутая моя. Тебе кому оно надо? Так как ты не работаешь, у тебя денег нет, то ты не купляешь. Блядь, как же ты уже... Реально заебала, если честно. Только не вот это вот проедание мозга. Я и так знаю, что мне делать. В итоге я злюсь. Детка идти к чему. Как говорится, ребята, вот как в чате написали. Испанский стыд. Как нет такое? Домой мы шли по отдельности и легли спать молча. На следующий день я решила серьезно поговорить с Луисом. Заебала нахуй. А что, не серьезно что ли было? Чисто врофл с ним что ли разговаривала и мозги ему выносила. А сейчас серьезный разговор будет. Серьезный разговор. Субтитры сделал DimaTorzok я долго терпел и батя нахуевшую руку поднимать на на него и вот опять же да никто не осуждает ее а если бы он это сделал ебать такой бы началось у сука а это что это что не домашнее насилие что это изменится что луис найдет подушку а не руку не а если бы он подушкой а сейчас терпению пришел конец походу он правда ничего а вдруг она вам по пальцу подушка заедет и сломает палец учитывая с какой силой на подушкой замахиваться можно палец сломать блядь и делать для нас вывернуть вывихнуть и так далее и свалила домой к маме я беременную проверял вообще вообще никем не хочет он не хочет не работать не учиться не мне помогать я задолбалась и не могу больше терпеть все таки дома мне будет лучше там хоть мама будет на моей стороне называл туда-сюда наху бегать то домой только нему то домой то к нему она очень капризная все должно быть так как она захочет так как она захочет и только так алина всегда говорит что вы из должен идти работать вы должен делать это вы из должен делать то а я говорю постоянно луис 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 а ты а что ты потому что она слабее ничего серьезного не сделать а он может не со всей силы ударить и реально что-то повредит а она слабее это и дает право поднимать руку на на него заебись блять какая разница вообще слабее не слабее зачем пиздить придя к себе домой я пожаловалась маме и на луиса и на его родителей меня не поддерживают и что может быть точка в наших с ним отношениях но маму волновал только один вопрос будет ли семья луиса давать деньги на ребенка я уже на 32 неделе беременности а наши с луисом родители до сих пор не знакомы ограничивают сообщением по телефону вот и на этот раз мама позвонила стэффи но в их разговоре они снова ни к чему не пришли не получается конструктивного диалога с ними потому как в ответ на свои вопросы я слышу очень много воды и я очень много воды вижу и слышу в этом выпуске они живут потому что у них есть все они живут но это уже блять высоко лучше бы реально не начинал смотреть я работаю с последних сил могу себе позволить намного меньше чем они мне непонятно я имею ввиду что если у них есть деньги чтобы обеспечить пусть делают это вместо того чтобы говорить что я должна с луисом мы не общаемся уже больше двух недель я до сих пор живу у мамы чтобы так надолго мы еще не вода не ссорились мне его очень не хватает но несмотря на это первое мириться не готова еще и мама в душу лезет по поводу луиса понимаешь или меня так всего думаю на 100 между собой связывает вас связывает с ребенок нахуй живот показывает чувством какие-то уже не смотреть на это вот сердце муж просто ничего не понимает так он молодой тупой не хочу больше над тему разговаривать какой доху бегемот срит под дабстейв к чему это блять вообще это мое личное дело я понимаю что мужчина который может быть горы плечом по жизни но донести это до алины не получается пока я лежала и думала как я буду растить ребенка 1 мне позвонил луис и сказал что нам нужно встретиться и у него для меня важные новости мы договорились встретиться завтра мы расстаем день как только я увидела луиса то поняла как сильно соскучилась по нему у него посмотрел кого-то упростил ему луис сказал что нашел подработку продавцом косметики будет получать 170 евро в месяц для исследования сколько они это небольшая сумма но я посчитала что этих денег должно хватить нам на еду и на одежду и памперсы для ребенка а еще луис хочет пойти учиться на гостиничное дело потом можно будет устроиться на работу администратором в отель так что сейчас он готовится как завал отель при короне в отеле в который никто не будет приходить собственно говоря так круто что луис начал действовать я уверена что с появлением ребенка ему захочется делать еще больше кстати завтра у нас плановое узи мы посмотрим как там наша девочка девочка а щас куяк мальчик посмотри какие мы уже большие ебаный ребеночек взгляни все же видно губки носик глазки вот мы ручкой машем а мы же до сих пор точно не знаю мальчик или девочка так давай же узнаем похоже у нас сказать хочешь знать да пожалуйста это мальчик а ну все я расстроилась когда не сказать что у меня мальчик потому что я очень-очень хотела девочку вечно мне не везет охуенно потом сын вырастет короче станет взрослым посмотрит этот видос и такой это а его мать такая блять вечно мне не везет и сын такой то есть я что повезло повезло главная врач сказала что с малышом все хорошо теперь осталось ульяна мать ему имя его не зовут вы из фернандо нет его зовут луис фернандо мне надо подумать почему это испанское имя красивое испанское имя нет я не хочу его назвать луис фернандо потому что мне не нравятся эти два имя ну мне они просто не нравятся ну не сани же справиться а как ты его решил назвать димитрий вот так нет нормальных имен у вас нет пётр нет мой луис фернандо решение за мной это наша семейная традиция она длится почти с 1920 года петя всегда первенцы в семье называли луис фернандо или луис фернандо имя матери луис и фернандо я луис фернандо мой отец луис фернандо охуенно твой сын луис фернандо его сын луис фернандо заебись блять охуенно я ваху а кот у них тоже луис фернандо черепаха луис фернандо мы считаем что это очень красиво если сына зовут также как и нас мне нравится имя лео но луису и это имя не подошло импульс на своих семейных традициях я не хочу сейчас спорить поэтому решила перевести тему пойдешь со мной народы так давай разберемся ты понимаешь что такое роды это тебе не зайти в роддом пернуть и вылетит ребенок нет у меня будет тошнить иногда кое-что еще ты не понимаешь на что идешь мне все равно я буду рядом хочу взять сына народе уверен да мне стало любопытно увидеть как это происходит увидеть его сразу же после того как он появится люблю тебя с луисом это помирились но по-прежнему я живу на два дома то ночую у него то у себя для ближе к родам тем больше я переживаю где мы задолбал уже выпячивать свою я хочу чтобы мы жили вместе потому что считаю что поровну должны смотреть за ребенком здесь намного лучшего слоя потому что его квартир это полный трэш мне не нравится блин мыться в шлепках потому что я не знаю типа кто опять мозг выносит и какая фигня к мне прилепится то собаки эти грязные дом этот грязный пыль никто не протирает на кухне полный бардак в таких условиях как бы мне неприятно там жить знаешь вот так вот говорят ну так не живи и что покупали теперь кушать и хоть по власти а маленький ребенок будет как там собаками вопрос жилья вот она твоя комната пожалуйста она как была она есть хочу здесь от нас ребенку жить ребенок должен жить с папой и с мамой а не только с мамой знаешь сожалению я вот не знаю таких людей у которых все получается так как находиться но лучше я буду жить с луисом там чем без него здесь надеюсь мама еще нет я просто недавно жил в максимальной бедности а сейчас поднял бабло и идет спад так как на эти деньги можно сделать кучу всего тип раньше голодал а сейчас разбрасываясь деньгами стыдно внутри так ну ты заданатил 25 тысяч хорошо и шоу то на эти деньги ты бы смог сделать это во первых во вторых это нормально ну я имею ввиду что в любом случае ты бы эти деньги проебал на что-то просто в данном случае это я вот их проебал на меня а я чё я же благодарен спасибо я в итоге прибыль тоже на что-нибудь вот снять хату на месяц например за двадцать пять тысяч снять хату на месяц ну может быть где-нибудь в новокузнецке да можно конечно но если мы говорим про москву в люберцах можно до за двадцать пять найти но это будет маленькая квартира такая себе что-то блять в ней сделаешь просто жить и все ну хз вот а так ну не трать деньги тогда что ж я не понимаю логику блять ты же сам сказал я подвину порнхаба теперь ты заявляешь что тебе жалко зачем тогда донатил вопрос непонятно прожить три месяца смог бы ну знаешь ли с скажем так с повышением доходов повышаются и запросы если ты раньше мог три месяца на 25 тысяч рублей жить то возможно сейчас ты уже не сможешь изменить свое решение а пока мы слышим подготовили нашу комнату у него дома к появлению ребенка и это тоже нормально а иначе ты будешь стоять на месте и не будешь развиваться двигаться дальше если ты будешь зарабатывать много при этом стараться тратить столько сколько ты тратил когда был бедным я уже задолбалась быть у тебя нибудь мы не будет тогда мотивация зарабатывать еще больше живот просто огромный мне с ним очень тяжело я так хочу поскорее родить что специально как-то нагружаю себя хожу по 10 барреля карриница на толку нет я говорю я его просила говорю выходи уже ну пожалуйста ну дай маме отдохнуть а он не хочет носить там и сидит говорит не трогайте меня нет есть хорошо она по-прежнему против чтобы мы жили здесь но разрешает луису приходить к нам вес выпуск один это одно и то же зарабатывает мы стали видеться реже и я безумно по нему скучаю как-то задолбался на животом привет любимый опять любимый болят толстый ребенок только что швыльнулся почувствовал за живот банит нет либо нет ну просто блядь мне неприятно свалить на такую хочу пор делать и не выделаешь такое же и 99 сейчас мы развлекались луисом как могли потом мама позвала нас печально курс по я думала мы спокойно посидим но мама начала снова пилить что у луиса нет нормальной работы несмотря на то что он подрабатывает он продает косметику здесь тоже не всеми чё лаудинг он писал 99 процентов лаудинг и бать ой боли быдло ты ебаная бля прожить три месяца на 25 к донатер рофлер или дурочек нормальные продукты плюс небольшие развлечения в компании может ты имел ввиду выживать три месяца но донатер имеет ввиду что типа он раньше был в бедности понимаешь исходя из этого он как бы судит по тем по тому уровню жизни но это естественно неправильно на самом деле то есть так по факту говорить ну какие 25000 на 3 месяца реально что там пиздишь у котик если потерять основную мотивацию то будет дополнительно мотивация и оправдание и вот тебе мое мнение у каждого свои запросы алё бля 25к это неплохие деньги зависит от того где ты живешь да нихуя какая раньше где ты живешь цены везде одинаковые я имею ввиду там на продукты на одежду на там я не знаю коммуналку почти везде все одинаково стоит неважно москва это или еще что-то извини меня как бы я хз конечно можно прожить но это такая жизнь она вот как сказали ты будешь выживать я не знаю питаться дешевыми продуктами экономить ну это хуйня полный вышел бы ну да так живут большинство но если так живут большинство это не знаешь что это нормально выходи от кашляем вопросик и если хуя так вот то что так живут у нас большинство за чертой бедности не означает что это нормально и ну типа блядь открой глаза проснись один и тот же разговор каждый день а он не будет один и тот же разговор потому что ничего не меняется да вы не тебе не волнуйся я думаю что к сожалению алина потратит еще много своих душевных сил блять можно быстрее уже заебала мы как назло не взяли с собой ни копейки а скорая не приедет как рассказывали мне луис и мама скорая помощь в испании приезжает только в экстренных ситуациях ребенку с температурой 40 нельзя вызвать скорую нельзя вызвать скорую скажем так если ты рожаешь это вообще не считается никаким абсолютно либо серьезно человек в чате чате как же вы байтитесь на донат и вы для него источник бабла такой как все ты понял жизнь ты меня раскусил вывел на чистую воду ебать разоблачил меня привет источник бабла здорово вагоны в 15 лет зарабатывал летом 27 к в месяц и потом тусили каждые выходные в клубе 25 к нормальные деньги хихи поводом ни к чему срочная скорая медицинская помощь оказывается это конечно полный пипец мы пытаемся дозвониться родителям но они не отвечают и я чувствую что боль в животе становится сильнее мы решили идти в роддом пешком хорошо что хоть он находится не очень далек пешком где-то полтора километра от дома луиса когда мы пришли как раз перезвонила мама и я попросила то есть и вещи которые мне тут могут понадобиться и так же сказать бабушки или что я рожаю луис свое обещание быть со мною в народах сдержал хорошо что он остался потому что я так не представляла как обувь вот так не легче до сюда назад вперед не хочу больше детей чуть весь живот изнутри кого-то в туалет почта не можешь мои схватки длятся уже больше суток то усиливаются то сходят на нет мне просто капец как плохо но родить никак не сагдалай раз венок за смотри нормально да пизду тут сейчас будет сиськи письки блять я очень испугалась как но врачи мне объяснили что это специальная присоска которая прикладывается на голову ребенка и вместе с моими схватками акушер будет чуть-чуть тянуть выгла чтобы помочь ему быстрее родиться ребята какие 25 на месяц я хоть и доначу по 120 рублей из-за того что мой муж али самих один больше не разрешает но блять хотя бы двадцать пять дирхом а и каффу пасим за 120 рублей а да быдло ты ебаная блять не так чач мы с хисусом договорились я ему доначу и в свою очередь я не трачу деньги на доставку еды потому что нужно худеть а да спасибо фу котик а я говорю я говорил о том что из две чаши весов на одной стороне потратить 25к как нормальный человек на второй стороне отдать 25к за полчаса стример у которого 6 плюс реклам и нахуй 6 плюс 1 2 3 4 5 5 реклам за это мне не платит мне просто дали бесплатно кресло и все за это мне тоже не платит это потому что мне под скидки продали комп все соответственно раз два три 4 5 5 баннеров этот скоро но тут ладно вот этот скоро исчезнет вот этот судя по регистрациям тоже исчезнет dragon money скорее всего тоже исчезнут но это тоже исчезнет остается только майка из go это под вопросом поэтому если уж и говорить про рекламу ну да сейчас тут пять баннеров но это всего лишь на один месяц если бы каждый месяц так было тогда другое дело а так чё блять сегодня есть завтра нет а мапки будто не рекламировал вот именно а у мапки тоже там и кейсы были чё только не было и у той в итоге чел вообще хуй забил на стримы ой бля нихуя там еще чуток голова уже видно давай 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 сильнее и что я и я сказала луису что после всего пережитого имею право назвать так как хочу я теперь в нашей семье появился лео луис я посмотрел на него он был такой маленький 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 и я почувствую то что то что ты мой сын и нет он весь твой важно чтобы носик дышал не закрывая его красавица понятно да как вы же он хорошенький а еще после того что я пережила поняла его зовут 3000 блять вы и я не ошиблась он моя поддержка и он так радуется появлению сына когда увидел его подумал как это плохо появился из тела моей девушке когда я на него смотрел мне все казалось каким-то нереальным я сразу написала маме и бабушке что родила сына и он весит 3 700 и выслала им фотки у меня было такое ощущение что я сама родила сейчас вот только что красивый ребенок он очень похож на луису очень как можно понять в таком возрасте красивый ребенок или нет или на кого он там вообще похож блять все дети в этом возрасте одинаково выглядят что блять за хуйня после родов луис поехал отсыпаться а мне врачи сказали что нужно еще несколько дней побыть в роддоме сникерс со мной и с ребенком все хорошо я ни на секунду не хочу отпускать сына и все не даваем уже того жопу не показывать нереальное счастье правда немного расстроилась когда врач запретил кормить грудью вот это он правил анализ мочи анализ крови и мне врач сказал то что так как я курил сигареты при беременности то у меня в организме много табака так что малыша я кормлю смесью но несмотря на это все равно чувство отдыха не бросила что ли пиздец настоящей мамой уже научилась ухаживать за пуповиной менять памперсы и пеленать сына я что ты хочешь домой почему тогда этот кто он там луис или кто игнорировал это когда надо было его ответ тоже типа я слышал ты вообще куришь нахуй травишь моего ребенка будущего блять предъявлять ей в ответ что-то сегодня меня с сыном выписывают мама по-прежнему против чтобы вы и жил у нас дома сама нихуя не делала курила жила что поеду к нему домой я считаю что о ребенке должны заботиться оба родителя но я надеюсь что это ненадолго сейчас у луиса только подработка но он обещает как можно быстрее найти основную работу и тогда мы сможем снять свое жилье мне интересно у нас либо она не курила сколько бы она сэкономила денег на сигарет уже прошло две недели как я родила я думала что самое страшное позади но оказалось что нет представляете у меня просто ужасно торчит живот а будто я еще беременная врачи говорят что после родов это нормально надеюсь что скоро я приду форму нихуя все обязанности по уходу за ребенком я делю поровну с луисом даже ночью встаем по очереди если сын просыпается и плачет но в основном он очень спокойный и дает нам с луисом поспать кричит только тогда когда голодный круто что луис учится быть хорошим папой даже не знаю как бы я справлялась без него на держи я выкормлю меня ему подгузники иногда укладываю его спать алина например его одевать я собираю высокую божу коляску мы разделяем задачи единственное что меня напрягает это то что родители луиса до сих пор не могут смириться что я назвала сына не так как принято у них луис фернандо бляда да как вообще из этого вырастает человек согласен вообще не понимаю как из этого вырос я например в лет это здоровый хуй сидит здесь блять чисто блять два метра на как блять как-то непонятно вообще а выбрала жилил я считаю что я мать и имею право выбрать то имя которое нравится мне думать у нее дома мы называем его луис младший потому что имя лево мне не нравится здесь испании слова лево это глагол означает читаю левую из прочти меня что тут написано над ним могут посмеиваться дети но несмотря на то что я прервала традицию с именем родители луиса обожают внука когда стэфа дома то все время проводим и поет испанские колыбельные ночью обоссался или нет похож на луиса он очень миленький он будет самым сбалованным ребенком в мире если я буду проводить с ним больше времени волосался нет когда я держу его в руках то любуюсь какой он красивый жаль только что моя мама до сих пор так и не познакомилась с родителями луиса говорит что не видит в этом смысла потому что дружить с ними не планирует а насчет того как делить затраты на ребенка договориться с ними невозможно родители луиса тоже не горят желанием общаться с ней говорят что маму интересуют только день вы не понимали подхода посмотри мне нужно с семьей луиса потому что совершенно с ними абсолютно невозможно разговаривать они ничего как бы не понимают ничего не обсуждают не дают мне ответов ни на какие вопросы но это просто совершенно с ними бесполезно бесполезно такая хуйня просто время проебали на эту хуйню вы мне выпуска от залупа какая-то должно быть так как говорит она правильно надо было идти в майн реально не совпаду себе а чего сука мне не сказали что вы выпуск говно вы же блять смотрели у вовы ну там кто был и в итоге даже не предупредили пиздец все писали давай давай или майн или в беременную блять а надо было просто сказать что этот выпуск хуйня скучная я такой ладно а в итоге еще голосование устраивали и в более большинство проголосовали за то что посмотри луиса есть время побыть с внуком я могу немного выдохнуть у не увидела тату машинку я знаю что луис сделал татуировку маме и друзьям кстати почти у всех испанских мужчин есть хотя бы одна татуха и друзьям это курица еще с того раза лежит мы когда начинали смотреть выпуск ее показывали и конец выпуска в лет еще лежите у всех испанских мужчин есть хотя бы одна татуха здесь это очень популярная фишка татуха алина до сила луиса написать мне на руке дату понятно все при заражении крови не лео потому что это самый счастливый день в моей жизни напрягая только то что дома у луиса ничего с появлением ребенка не поменялось как обычно процветает бардак и грязь чтобы я стараюсь как-то убирать но и бля всегда получается потому что я нянчусь с лео а еще эти собаки за ними по-прежнему летом я вообще переживаю чтобы они ничем не заразили ребенка ванная комната вечном налете и грибке это так мерзко что я ставлю детскую ванночку у себя в комнате и купаю лео там уже хочу поскорее свалить отсюда но луис пока не может найти работу а моя мама его по-прежнему не принимает им но мама сказала что хочет сама заехать в гости посмотреть в каких условиях живет ее внук поскольку у мамы не ладится отношения с луисом и его семьей я специально выбрала день когда луис с родителями ушли за покупками чтобы только в маске было уже без маски не пересекались и позвала маму сюда сейчас мы тебя уложим какого малыша давай только без головы без головы полпажа славненький ребенок вот спокойный такой славненький ребенок очень сладкий лео как раз мне мерзко становится когда знаете ребенка называют сладким фу блять а но покормить мама пошла со мной на кухню чтобы помочь мне приготовить смесь и просто офигела от поведенного ну-ка старайтесь ничего девочкам не трогать ладно сильно уж очень грязно да мало твоя квартира своими сотни пять взросл мне так это просто вот ну вообще недопустимо даже но я понимаю что там ну обои там может быть блять ну недопустимо съебись нахуй с этой квартиры блять пришла в чужую хату и что-то пиздит а вообще охуела что ли или нету денег двери и кто блять вообще ну то что есть не новое это же хотя бы просто вот можно чистить ты плиту вообще хоть раз в жизни когда-нибудь видела такую нет принесла своего ребенка блять опять началась хуйня смотри где ты делаешь ему еду пойдем сейчас домой хочешь нет я не могу так с Луисом поступить он тоже хочет с ребенком он лидом могу поздравить ребенка и лидом у меня дома одна мама по-прежнему не сдается и против чтобы Луис жил так давай пришла если ты тут чем-то недовольна возьми и почисти с нами у нас дома а без него я никуда не уеду возьми почисти плиту хуй ты смотришь я пообещала маме что поубираю в квартире а шо она не могла помочь нужно внимать я и понимаю что это ненадолго потому что эта семья это дедушка Луиса по отцовской линии поскольку ребенок еще слишком маленький чтобы везти его в Аликанте Фернандо приехал к нам в Эльче увидеть правнука и погулять с нами да с себя скипни блять долбоеб заебали уже с вами сука и же люди тупые блять мы почти уже посмотрели сейчас я скипну нахуй под конец вы блять башкой свои думаете заебали душить уже нужно голову придерживать фу ты ну ты думаешь я не знаю или нет вот она запереживала вдруг что случится ребенок ведь еще не держит голову и в этот момент я увидел что она как настоящая мама заботится о своем ребенке с самого рождения и это очень важно для меня знать что они будут любить и заботиться об этом ребенке его тоже Луис зовут кто такой красивый мой Лео Лео сладкий мой малыш сладкий мой малыш какой нахуй сладкий очень очень счастлив нет блять кислый Фернандо дал нам 100 евро он откладывал их со своей пенсии для правнука я была рада этим деньгам несмотря на то что у Луиса есть подработка и нам помогает бабушка Ира моя мама и мама Луиса Стефа все равно ощущение еще как бросит как тот чел айфон осуждаю блять и я даже не могу лишнюю шмотку себе купить потому что все уходит на ребенка Луис успокаивает меня что все будет хорошо надеюсь он сможет побыстрее найти нормальную работу я знаю что какая-то работа в любом случае подвернется нужно оставаться всегда оптимистом нельзя падать духом блять он все еще не нашел работу луис до сих пор не устроился на работу говорит что в городе очень мало вакансий а вдобавок к этому у него закончилась подработка и поступать на гостиничное дело он передумал потому что типа с маленьким ребенком тяжело дома учиться и что ему вообще не интересно эта сфера блять они опять все на этом диване у меня например есть друзья которые нигде не учились на работу они находят опыт работы и работают мне сейчас нужно все силы бросить на поиски работы наши отношения стали хуже потому что мы снова ссоримся как во время моей беременности мы с Луисом ругаемся и ссоры как бы становятся с каждым днем все хуже и хуже но если раньше мы скандалили то почти перестал помогать и вообще делает все что ему вздумается эй ты здесь не кури толстый я серьезно эй не кури здесь я не подкурил не чувак несет горелой бумагой толстый воняет горелым вышел быстро отсюда там кури превратился а? не понимаю что на него нашло и что он собирается делать дальше я решила поговорить с Луисом но ничего хорошего из этого не получилось а я даже и представить не могла чем это закончится мы с ним очень сильно поссорились я его ударила потом он ударил меня ааааа Center было астерика потому что я не знала что мне делать она меня все била и била я толкнул ее она упала и ударилась об стол остался ушиб остался синяк никогда не думала что дойдет до драки у меня были сама начала выпиздить и синяки на обеих руках это просто жесть мама луиса стефа обо всем узнала но в этой ситуации она больше поддержала луиса они меня если бы она постаралась относиться к нему он бы тоже к ней так относился а так он говорит какая может быть теплота в отношениях если она меня бьет если она хорошо относится ко мне я хорошо отношусь к ней я ударила и он меня ударил в скобочках толкнул как у посмел отношения для я вовсе отологии какой-то крах еще его родители говорят что я сама в этом виновата не хочу здесь больше находиться я собрала вещи и уехала домой к маме но я не удивлен подожди а ребенок не понял она там оставила я решила что мне нужно вернуться к учебе и закончить парикмахерскую школу мама обрадовалась и сказала что будет помогать не сидеть ребенок ребенка забрала занятиях я уже подала документы и жду начала учебного к блядь осторожно сиськами я правда сейчас хочу учиться потому что меня это очень важно и сейчас я осознала то что у чего это очень важно в жизни мне очень тяжело одной с ребенком выматывает то что нужно постоянно быть с ним а плюс лео почему ты стал просыпать его ночам и не дает мне поспать мама старается помогать по возможности но нее же еще есть мои младшие сестры или и кира которым тоже нужно уделять время она делает все что может маленьким ребенком забрала конец даже конец финансово тоже в общем все очень ложится на мои плечи стараюсь помогать мне это приятно мне хочется а я стараюсь помогать маме например выхожу в магазин за продуктами и самой за счастье хоть немного куда-то пройтись просто уже не могу сидеть целыми днями дома с лео с луисом я помирилась все-таки он отец моего ребенка он хотел чтобы я вернулась обратно к нему жить но я сказала нет мы живем раздельно потому что у него дома нет условий для ребенка а у меня дома он не может йопи спасибо большое за подарочный был нормальных отношений мама переживает на какие деньги мы будем дальше содержать лео поэтому когда через своих знакомых она узнала что в эльче открывается новый ресторан и туда нужны официанты сразу сказала мне позвонить луису слушай меня да слушаю ты должен завести резюме в ресторан фастфуд отнесешь туда хорошо да конечно люблю тебя через пару часов луис сказал что хочет прийти навестить меня с ребенком мама не была против не уже мало она конечно эй слышь блять ты должен и обязан нахуй прямо завтра пойти отнести сука ебанная блять ты меня услышал ебаный рот блять его взяли в ресторан долю мое уже бегу он обрадует меня хорошими новостями но мои надежды не оправдались луис сказал что на работу его не взяли потому что у него почти нет опыта не знаю наверное это стало последней каплей потому что меня просто прорвало что мне теперь делать убийца подожди а если он найдет работу что-то изменится шона сможет спать по ночам у него станет больше свободного времени так нихуя же не изменится у нее лично у нее ничего не изменится или в это типа вот я не сплю а ты спишь обидно да нихуя понятно не будем спорить надеюсь что она поменяется к лучшему что перестанет столько спорить и быть такой как ее мать бум-бум-бум такой типа я хочу это и это и это и это потому что если она не готова меняться ради меня ну тогда я вряд ли буду с ним я смотрю на луиса и вижу что ему просто наплевать и на меня и на мои слезы и на то как нам дальше жить с ребенком когда эмоции отпустили я поняла что ему просто удобно так удобно обвинять меня что я пилю но брать ответственность за себя из-за нашего сына он просто не готов я у сына готова здесь все и я знаю что я смогу это сделать но без луиса потому что с ними хочу расстаться я решила поставить наши отношения с луисом на паузу пусть на паузу сыном я не запрещаю пусть помогает если захочет но пока он не изменится я не готова связывать с ним свою жизнь что я думаю не знаю что им стоило бы сменить свои ценности потому что я живу с ценностями которые мне привели с детства я показываю человеку что он не важен что я к нему тепло отношусь что я рядом для того что нужно она потом показывает что выбирает ценности которые нам заложили в детстве теперь я понимаю что означает разный менталитет всю свою беременность я пыталась донести до луиса что моя ценность это семья он и наш сын но чтобы выжить нам нужны деньги на которые мы будем содержать ребенка луис воспринимает жизнь по-испански в состоянии сиесты без суеты и напряга света не знаю что будет дальше с нами будем ли мы когда-то вместе я знаю только лишь одно моя любовь сыну поможет мне двигаться дальше и строить новую взрослую жизнь а удачи я пожелаю всем девочку чтобы они думали своей главой и чтобы они рассчитывали тут на саму себя если они видят то что парень с которого не встречаются неправильные эти просто бы сделаешь сама и своего ребенка и никогда не оставляем ох блять это закончилось душе могу сказать что она короче истеричка мозги и бишон тоже дебил блять не может нормально как бы это самое хотя вроде пытался но опять же блять с его образованием реально но чем там найдет какую работу кому нахуй там нужен вот серьезно максимум что он найдет это вот это вот херня за 170 евро в месяц а от него требует какую-то в блять там зарплату в 5000 евро что ли я просто не совсем понимаю как бы блять ну мораль сей басни такова не ебитесь в 16 да нет ну хотя бы делать это аккуратно и предохраняйтесь какая же скучная дичь и вот вместо гуля ты на это тратишь время ну блять ну ну да потратил время и шо блять и шо зато выполнил свой долг гражданский стримерский долг посмотрел хуйню а и в к стрим провел да я вот это да я люблю варить борщ потому что это сука мощь а играю в майнкрафт каждый день каждый день и что я могу тебе сказать я реально похож на девочку меня сейчас пупа девочка ну ладно я просто сам беременна это джиза пупа а а а а а а